Поверьте моему опыту Всё, а тут маленькая кнопочка есть Как хорошо иметь работящую жену Весь дом построила мне Я в гвозди только шпиваю подавать Привет, друзья! Меня зовут Кузнецов Сергей Я приветствую вас на своём канале Опыт Чудака И сегодня Снова Поговорим о винтовке Хацан 125 Я не хочу ругать данное оружие Я не хочу Говорить ничего плохого о нём Я сам регулярно стреляю из него В свободное время Как хобби Люблю взять в руки пневматику Однако Имею определённый горький опыт В связи с употреблением данной винтовки Это видео В основном для тех, кто не понимает Что он держит в руках Это первое А второе, я заострю внимание на том Что такое газовая пружина Очень много хвалят газовые пружины Ставят на данную винтовку Очень много говорят Об её пользе О том, как хорошо винтовка себя ведёт с ней Да, безусловно Газовая пружина Имеет массу преимуществ Над обычной стандартной пружиной Витой, так скажем Однако Так же существует ряд минусов О них редко говорят Но я скажу обязательно Итак, поехали Смотрим до конца Да Данная винтовка Несмотря на то, что это пневматика И, казалось бы Оружие для развлечений Ну, это Страшная вещь Конструктивно Она, несмотря на моё положительное к ней Отношение в целом Довольно опасное оружие Об этом надо помнить Особенно Опасность её заключается В её конструктивных Недоработках При всём уважении к ней Они имеются Конечно же Это Качество металла Металл довольно мягкий И Хрупкий Можете себе представить Что Вот здесь Находится Вот такая вот Здоровая пружина Либо Находится газовая пружина Вот смотрите Вы представляете Что происходит Вот в этой камере Когда вот такая вот Херня Просто-напросто Сжата До вот Такого вот состояния Это страшное дело Вот это невозможно Вообще сжать Никакими силами То есть Когда вы Взводите Это оружие И прицеливаетесь То Около вашей башки Находится Вот такая пружина В сжатом состоянии Можете себе представить Если лопнет От удара Вот эта вот камера Либо просто От старости лопнет Что произойдет Если она влетит в голову Это Витая пружина Далее Как то раз Поверьте моему опыту Когда я взводил Свою любимую винтовочку Я не знаю Как то вот так Наверное Может у меня винтовка стояла Или что Я уже это не помню В общем Во время взвода У меня просто сорвалась Рука Просто сорвалась При этом ствол был Наверное не до конца Взведен А вот где то вот В таком положении Короче ствол вылетел Хуйнул В лицо так Это был просто Пиздец короче В общем Искры от моих глаз Светили все улицы Вокруг Несмотря на то что Была черная черная ночь Я подобные фингалы На лицах Я их видел Я их видел Только в Египте Когда особо одиозные Так скажем Местные богомольцы Ходят Вот просто С огромными фингалами Видимо Это во время молитв Говорят они и делают Бьются головой о пол И годами зарабатывают себе Вот Такие вот просто Черные Вещи На своих лицах Вот короче у меня что то было подобное Это было страшно просто Так что Друзья мои Подумайте Подумайте Об этих вещах Но суть Видео даже Не в этом Сейчас у меня Стоит здесь газовая пружина И она Села Выдохлась Очень много говорится Обо всех плюсах Газовых пружин На преимуществах Их Над Обычными Над другими Да безусловно Они есть Сейчас я не буду их Перечислять эти плюсы Потому что Хочу снять Противоположный ролик Да Газовая пружина Повышает Точность Уменьшает Отдачу Имеет Практически Хотя чуть меньшую Мощность По сравнению Вот с этой Вот Видео пружины Но в чем ее Минусы Вот как вы уже Увидели Пружинка у меня Села Полностью То есть она Выдохлась То что говорят Там 10 Там 15 Тысяч Выстрелов Без всяких Там проблем Это Ну я считаю Что ерунда Если вы сами не можете Обслуживать пружину Если у вас в вашем городе Некому обратиться Чтобы ее как-то там Подкачивали Там Что-то там меняли Там я не знаю В этой пружине То подумайте о том Что Эта пружина она Выдыхается Оставьте винтовку При минус там Я не знаю Двух-трех градусах Четырех-пяти Резинки Все сужается Газ выходит У меня винтовка Никогда не оставалась Так скажем Без присмотров В холодном помещении Максимум Может быть ноль Даже градусов Минус один Минус два Я в деревне оставлял осенью Пружина прослужила Буквально С одной зимы До другой Ну то есть зимой я поменял Я даже не стрелял Зимой С газовой пружиной Хотя Говорят Что можно Там чуть ли не До минус десяти Стрелять С газовой пружиной Но по мне Так это все ерунда То есть даже Когда на улице Хотя бы Плюс семь Плюс пять Плюс три Пружина падает И падает И падает В мощности Газ сужается И все Происходит Падение мощности Причем Очень неудобно Когда Например Выносишь Винтовку Из дома Она стояла В тепле Пошел Стрелять И с каждым Выстрелом У тебя Пуля ложится Все Ниже И ниже Особенность Если ты стреляешь На дальней дистанции То падение мощности Ну просто Очень существенно Причем Ты узнаешь О том Что у тебя Мощность уже упала После выстрела Ну это не комфортно Не интересно Там часок Другой На температуре Окружающей среды Для того Чтобы она До конца Термо стабилизировалась Но Опять таки Это неудобно Кому Кому нравится Так То пожалуйста Да Наверное можно Вылезти на улицу И наставить На какое то время Винтовку После этого Пойти стрелять Но иногда Решение возникает Позаниматься Пневматикой Скажем так Спонтанно Особенно Если ты не какой то не профессионал Там Вот И каждый раз Вносить винтовку Там за два часа До того как ты Хочешь пострелять Ну это не комфортно Бывает так что Температура окружающей среды Опять таки падает Просто стремительно Вот И опять таки Если вы Занимаетесь стрельбой В этот момент То Очень быстро Падает Мощность вашей винтовки Дальше Очень часто Я видел Такие высказывания Что С газовой пружиной Можно вообще Взвести винтовку Скажем так Пулю поставил Ствол закрыл И Чуть ли не пошел Так на охоту Со взведенным Так скажем Механизмом Это делать Категорически нельзя Я понимаю Что не все Любители пневматики Там имеют Какую то охотничью Лицензию Там Охотничий билет И прочее Смотрите Я как бы имею Охотничий билет И В принципе Являюсь охотником Много лет В обществе охотников Состою Любитель Со взведенными Курками Так скажем Со взведенным Вообще Оружием Ходить вообще нельзя Вы должны вообще По идее Транспортировать Вашу винтовку Вот таким образом То есть вот так На плечиках поставили И пошли Ничего нигде не разведено По идее Это незаконно все То что вы ходите С заряженной пулей Несмотря на то что тут Предохранитель Далее Вот то что вот это вот Предохранитель Это все полная ерунда Механизм здесь Очень Очень слабый Если вы Ходите со взведенным Со взведенной винтовкой У вас изнашивается Механизм Курка В любой момент Может произойти выстрел Вы можете просто Убить кого нибудь Можете сами пострадать Предохранитель Крайне ненадежный Часть его пластиковая Там все и стираются Детальки У меня было даже После определенной Замены пружины Или После какого-то Обслуживания В общем я все собрал И даже не заметил О том что предохранитель В этот момент не работает Немножко там детальки Неправильно поставил И все То есть смотрите Предохранитель вообще Надежды нет И Когда у вас Вот такая мощность В сжатом состоянии Я покажу в конце видео Механизм данный Насколько он Слабенький И насколько он И слабенького металла Сделан То есть у вас вся эта мощь Держится На таком крючочке На хилингом Вообще просто Вот я не знаю Ну не пластилин конечно Но это очень мягкий металл Это очень ненадежно Понимаете Поэтому во взведенном состоянии Винтовку никак нельзя Не транспортировать Не охотиться Не хранить Ничего Все Разряжено Должна быть Пуля Вынута И вообще транспортируем Вот в таком состоянии Смотрите вот на эту скобочку Из тоненького металла Мягкого Раз Все Предохранитель у нас Стоит И мы как бы курок Не можем нажать Вот эта часть Мешает нам Это сделать Вот так вот делаем Урок спокойно Нажимается Я показываю Это для того чтобы Вы друзья Мы не надеялись На предохранитель Даже в таком В закрытом положении Если посильнее нажать Если Вот эта скобочка Будет Изношена Просто произойдет выстрел Если что-то неправильно собрали Точно так же может произойти Выстрел Надо это понимать Вот смотрите Вся сила Скажем Вот этого поршня Пружины Держатся Вот на этой Вот скобочке Вот Вот она вся надежность Скажем Системы То есть Когда вы Взвели Винтовку И Например Ходите Заряженной Винтовкой Надеетесь Что газовая пружина Ничего с ней не случится Можно долго ходить То Имейте ввиду Все держатся Вот на этой Скобочке Вот на этом Цилиндре Из Непонятного Непонятного Нам металла Особенно Вот опасения Вызывает Вот это место Ну и Надежность Самой Вот этой Коробочки Сколько Тут Два миллиметра Толщина Полтора То есть Цилиндрик Сам Сам Он Довольно Надежен Но Он Вставлен В такую Коробочку Я понимаю Что это Коротенькое Видео Мое Было Может быть Не очень Интересным Но Оно Я надеюсь Поучительное Надеюсь Кто-нибудь Досмотрел До конца Задумайтесь О том Что я сказал Заменяются Пружины В данной Винтовке Вот это Самодельное Устройство Именно Помогает Заменить Пружину В данной Либо Другой Винтовке Приспособление Самодельное Ничего Тут Хитрого Нет Каждый Может Сделать Своими Руками Смотрим следующее Видео Если вам Данный Ролик Понравился Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал Здесь Скоро будет Очень много Много Интересного Всем пока Субтитры Субтитры Субтитры